Всем привет, друзья! С вами снова Аквамэйн, и сегодня я вам расскажу поистине об одном из самых утонченных, умопомрачительных, ужасных, да, пожалуй, ужасных, это эпитет, который в полной мере может описать это. Что? Спорные чувства, которые он вызывает лично у меня, это восхищение габаритами, это вам не саранчу на дороге поймать, добрых 17, а то и больше сантиметров у самок и около 14 сантиметров у самцов. То есть вы понимаете, да? Лист формата А4 с мелкой стороны почти 20 сантиметров, а тут насекомые. Эвриканта калькарата. На самом деле, под этим названием описываются несколько близких видов, отличающихся размерами, окраской и даже запахом. Эвриканта калькарата по-другому называется еще вездешипом ужасным, или же новогвинейским шипастым палочником. В природе обитает в дождевых лесах, в зарослях кротона на острове Новая Гвинея. Как вы понимаете из названия, туша этого палочника покрыта шипами. И казалось бы, больше половины палочников имеют шипы, зазубрины, засечки какие-то, но в случае с вездешипом он может их успешно применять для обороны. В случае опасности задние лапы палочник прижимает к телу и получается дырокол. Протыкает даже мою огрубевшую от отсутствия лайков кожу. Серьезно, посмотрите. Это я вам еще самку показываю, самку держу. У нее шипы не такие ядреные. У самцов шипы достигают почти сантиметра. Как правило, они имеют один ярко выраженный шип и кучу мелких. Но все шипы могут с радостью всадиться в ваши мягкие части тела. Да, весят эти, я бы сказал, гиганты, но это не самые огромные по весу палочники до 20 граммов. Самки, как я уже сказал, крупнее самцов и имеют яйцеклад на конце размером около двух с половиной сантиметров. Эти палочники откладывают яйца в грунт. То есть, в террариуме должна быть плошка, либо контейнер с субстратом. Лично я использую обычно кокосовый субстрат. Высота слоя сантиметров 4-5. А если без субстрата, спросите вы? А без субстрата они яиц практически не несли, по крайней мере у меня. Яйца можно инкубировать отдельно, а можно и не инкубировать совсем. Главное следите, чтобы субстрат не пересыхал. Размножаются эти палочники половым путем и партеногенезом, когда в стаде одни лишь только самки. Партеногенетические яйца вылупляются на 4-6 месяцев раньше. То есть, где-то через 3 месяца начинается вылупление после откладывания яиц. Малыши довольно крупные, плоскообразные и почти до взрослого состояния имеют шикарный зеленоватый цвет. Виды эврикант, кстати, и различают еще по цветовой окраске нимф. Продолжительность жизни эврикант порядка года. Плюс-минус несколько месяцев, причем, как правило, самки живут дольше. Террариум нужно выбирать довольно просторный. По моим наблюдениям, эти палочники обитают больше в нижнем ярусе. Причем днем они любят прятаться под кусками коры и под укрытиями. Террариум нужен с хорошей вентиляцией. На канале я делал под палочников уже террариум и, пожалуй, лучше, чем вот этот вот легкий пенополистирольный террариум я еще не встречал. В общем, много места, плошка для яиц и, пожалуй, все. Питаются эти палочники стандартным кормовым набором. То есть, малина, дуб, ежевика, могут березу пожрать, эвкалит, эпипремном, шиповник. Два раза в день террариум желательно опрыскивать, но, повторюсь, вентиляция должна быть хорошая. В противном случае, большое количество влаги и вообще высокая влажность – это провокаторы грибков и всяческих болячек. Теперь немножко о фишках, которые сделают этих палочников еще, пожалуй, более интересными. Первое. Палочники эти не любители столпотворений. Я не рекомендую их содержать с другими палочниками, потому что лично у меня они раздавили пару-тройку видов, которые вместе с ними содержались. Плюсом ко всему, если места мало, самцы могут быковать друг на друга. Плюс ко всему, эти палочники могут запросто пожрать друг друга, прям взять и обгрызть. Дальше, по поводу питания. Ходят случаи, что эти палочники могут жрать в отсутствии листового корма морковку, яблоки, но я не проверял. В целом, это довольно колоритные звери. Если бы я не знал, что они жрут листья травы, я бы к такому никогда не подошел. На этом все. Обязательно пишите в комментариях, кто содержит этих прекраснейших вездешипов ужасных. Ну а с вами был Аквамин. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok